Помогать людям с аутизмом. Сейчас в регионе проживает почти 500 человек с таким диагнозом, и в основном это дети. Чуваша с 2019 года включилась в проект Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье». Его реализацию обсудили в Доме правительства. В республике принята концепция комплексного сопровождения людей с расстройством аутистического спектра на 20-24 годы. Она нацелена на раннее выявление диагноза, непрерывное сопровождение и всестороннюю поддержку детей и взрослых с аутизмом. За 4 года в Чувашии их стало больше на 76%. Это связано с ранней диагностикой заболевания. Так только в этом году больше 19,5 тысяч детей прошли скрининг, по результатам которого почти 180 малышей вошли в группу риска. У 13 подтвержден диагноз. Работу по реализации проекта координирует региональный ресурсный центр. Он создан на базе реабилитационного центра для детей. За эти годы на оказание помощи людям с рас уже направили 150 миллионов рублей. Еще 20 поступят в следующем году. Число людей с аутизмом, включенных в систему комплексного сопровождения по согласию родителей, увеличилось в три раза. Сейчас их почти 260 человек. Также почти вдвое увеличилось число организаций в разных сферах, оказывающих им помощь. Например, большинство особенных детей посещают школы и садики республики. В образовательной сфере обучением охвачено 385 детей. По данным Минобразования Чувашии, 43 ребенка раннего и дошкольного возраста образовательные организации не посещают. По запросам родителей, для данной категории детей в республике внедрена образовательная модель «Ресурсные классы». Здесь дети обучаются вместе со сверстниками и развивающимися типично. На текущий учебный год потребности родителей в обучении детей в ресурсных классах полностью удовлетворены. Создано 4 таких класса, где обучается 18 детей. Основная масса детей обучается именно в классах УВЗ, то есть наравне со всеми ребятами. Также образование организовано в следующих моделях. Это дистанционное обучение, кроме того, это ресурсные классы, которые были названы. Это два уже действовали на базе 65-й школы. В этом году открыли как раз город Новочебоксарск, 19-я школа города Чебоксары и, соответственно, 30-я школа города Чебоксары. Также в регионе работает школа родителей для семей, где воспитываются дети с аутизмом и другими ментальными нарушениями. В этом году такую помощь получили более 60 мам и пап. Кроме того, в Чебоксарской начальной школе для обучающихся СОВЗ номер 3 создан центр компетенции для педагогов инклюзивных школ. В течение года реабилитацию в организациях здравоохранения прошли порядка 470 человек с аутизмом. В январе в Республиканской детской клинической больнице открыто отделение стоматологии для ребят с нарушениями здоровья. В учреждениях соцобслуживания проходят занятия с психологами, логопедами и инструкторами ЛФК. А в Театре кукол работает театральная студия, где дети даже со сложным диагнозом обучаются вокалу и актерскому мастерству. В спортивной адаптивной школе Чебоксар ребята с аутизмом занимаются хоккеем, плаванием и настольным теннисом, а также могут посещать ипподром.